Новости науки, образования и культуры. И как мы уже говорили, с 14 июля это новости образования, науки и культуры с точки зрения Всероссийского молодежного лагеря «Селигер-2013». Сегодня в выпуске. Главная новость этого дня. Россию ждет новая стратегия молодежной политики. Перспективы обсудили на заседании Общественного совета по молодежной политике при Миноборнауке России. Заседание состоялось на одной из площадок «Селигера». И сообщение специально для масс-медиа вузов. В России будут создавать ассоциацию вузовских СМИ. 16 июля на территории «Селигера» приземлился вертолет на форум. Прибыл министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Для него это традиционный визит. Раньше он приезжал сюда как ректор университета МИСИС, а теперь как министр. И как министр он ознакомился со всеми проектами и идеями участников форума. Так, например, представители направления «Беги за мной» предложили программы «Здоровое питание» специально для сотрудников Министерства образования и науки. Здесь нутрициология. В принципе, с этой информацией можно действительно, если человек разумно подойдет, все на себе отработает, действительно за год можно полностью изменить. Вот по этой программе на самом деле и худели ребята, и худели в минус. И подкрепление, конечно, идет нашей тренировки функциональной, которая подходит абсолютно любому возрасту и полу. В любом состоянии можно начать. И они очень сильно укрепляют весь организм. И всю костную систему, опорную двигательную систему, все в комплекс. Вот это наши тексты. Мы отдали тексты в Институт питания РАМ. Ждем от них визы. Буквально печать логотип, чтобы все, опять же, было легитимным. И блокнот тренировок. Спасибо. Тоже наша авторская методика, по которой действительно можно увидеть результат все самые короткие. Нет, это очень право. Конвейер молодежных проектов – это одно из ключевых событий форума. И основные его участники, конечно, представители направления, инновации и техническое творчество. Именно им уделили особое внимание. Это устройство, которое позволяет создать трехмерные объекты из пластика быстро, легко и в обычных домашних условиях. Достаточно только на поверхности создать точку опоры и двигаться. То есть это чернила, пола, пластик и биоразлагаемое вещество, которое не токсично, не вредно для детей. И можно им рисовать. Пластик выходит мягким, подается охлаждение и он застывает. То есть вы придаете ему форму. Один из наших проектов, проектов нашей команды, является система мониторинга тяговых аккумуляторов. А если по-простому, то это система для того, чтобы батарейки электропогрузчиков, которые используются на складах, служили как можно дольше. И чтобы их эксплуатация была как можно проще. Чуть позже Сергей Дереглазов еще раз пообщается с министром уже на открытой лекции, которую Дмитрий Ливанов провел для фрумчан в традиционном формате вопрос-ответ. А вот чуть позже состоялось закрытое заседание Общественного совета при Миноборнауке по молодежной политике. И обсуждали не что иное, как новую стратегию молодежной политики в России. Предыдущая стратегия 2006 года во многом уже выработала тот ресурс, те задачи, которые были поставлены в 2006 году. После этого, после 2006 года были приняты ключевые нормативные документы. Обсуждение этой стратегии должно пройти на новом уровне и более широком плане с участием всех экспертов, сотрудников органов по делам молодежи. С участием депутатского корпуса, членов общественных палат и так далее. Новым уровнем для обсуждения стратегии становятся и площадки форумов. Так ее тезисы уже прозвучали на окружных площадках в Самарском форуме Иволга и Волгоградском Волга. Обсуждение продолжится и к нему будут подключаться и законотворцы. Стратегия, по мнению министра образования и науки, должна стать рабочим документом поддержания единой национальной системы молодежной политики. Кроме того, создана рабочая группа и по подготовке нового федерального закона. То, что связано с законом, мне кажется, тоже мы сейчас увеличили наше понимание. Мы консолидировали и депутатский корпус. Мы будем работать со своей стороны с коллегами в правительстве, с тем, что все-таки нам этот закон тоже продвинуть, чтобы у нас не просто был закон, а чтобы он был наполнен реальным содержанием и теми правовыми нормами, которые будут помогать решать и нам, и что самое важное, решать молодым людям их проблемы. Таковы, по нашему мнению, основные новости форума на данный момент и в заключение специальное сообщение для представителей медиа-центров вузов. Ждет тебя высшая школа консолидации на информационном пространстве. Мы планируем в рамках проекта «Инфопоток» со второго полугодия 2013 года активизировать эту работу. Здесь на втором заезде будет создана ассоциация вузов по телевидению. Мы интегрируем и внедряем инновационные проекты, такие как «ЮМИКС». Вот сегодня мы могли это посмотреть, все участники форума из разных вузов тоже берут на заметку. Ряд вузов уже этот проект реализовали. Конечно, очень важно, чтобы вузовскому телевидению и студенчикам СМИ помогали журналистам. Поэтому хотелось бы ко всем обратиться, чтобы активнее участвовали в разных регионах с мастер-классами и помогали молодым журналистам. Перемены в молодежной политике стали не единственной темой на сегодняшнем заседании. Участники обсудили и проекты «Росмолодежи», которые будут реализовываться в регионах, а также в вузах России. И вот об этом мы еще расскажем, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин